Ну, во-первых, я не понимаю, чем отличается это время, допустим, от 90-х годов, и в чем его безнравственность по сравнению с 90-ми годами, или даже с финальной фазой Советского Союза. То есть бабки, упирается все в бабки, когда у людей вообще нету бабок. То есть в 90-е было похуже, чем сейчас, это понятно. А период, допустим, десятилетия, там, с первых годов 2000-х и по 2012, наоборот, я его рассматриваю, то есть я по своей судьбе смотрю, то есть это время подъема. В моей жизни точно это так произошло. Мне кажется, это самые интересные годы жизни, и гастрольной жизни, и творческой, и финансово, то же самое. Поэтому в период благополучия, мне кажется, наоборот, появилась в стране категория людей, которые нравственно здоровые. Понимаете? Я смотрю на молодежь, которая заканчивает этот институт, который я выпускаю, мне кажется, что они очень нравственные. И тот уровень подъем патриотического подъема, который сейчас он заставляет, заставляет позавидовать даже советские времена определенные. Потому что с каким рвением они говорят, Россия, до нас не сломить и так далее. Как можно говорить безнравственности, аморальности? К вопросу по отношению к здоровому образу жизни, мне кажется, тенденция тоже на подъем. Потому что я вижу забитый спортзал, я прихожу вечером, мне не хватает штанги, чтобы позаниматься самому. И поверьте мне, это не старики занимаются там. Распущенность женщин? Да нет, никогда не скажу, что какая-то вакханалия, поголовный разврат. Нет, абсолютно не скажу. Поэтому не согласен насчет этого времени. С другой стороны, если в стране, сразу хочу сказать, ребята, если в стране станет хуже экономически, если забрать у людей этот уровень жизни, тогда может покатиться. Сохраните эту штуку, мой вам совет.